Московский городской турнир «Золотая шайба» – один из крупнейших детских турниров среди дворовых команд. В течение нескольких месяцев в округах столицы проходили отборочные соревнования в рамках данного турнира. А 21 марта в Ледовом дворце на Ходенском поле пройдут финальные состязания. В преддверии этого в Департаменте физической культуры и спорта прошла пресс-конференция. В общей сложности, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию этого года, турнир в Московске состоялся, прошел. И мы с удовольствием действительно отмечаем, что по сравнению с турниром прошлого года у нас прибыло участие на 20 команд больше. Благодаря усилиям правительства Москвы популярность хоккея среди столичной детворы и подростков неуклонно растет. В настоящее время в микрорайонах столицы активно строятся новые спортивные площадки и ремонтируются старые. С наступлением зимы многие из них превращаются в катки, где юные москвичи начинают заниматься хоккеем. На этих площадках многие ребята начинают свой спортивный путь. Ведь именно там проводятся игры предварительного этапа городского турнира по хоккею с шайбой на призы «Макдональдс. Золотая шайба». Сейчас очень много дворцов построено, много спортивных школ построено. Но не все дети попадают в эти спортивные школы. И те, кто не попадают в спортивные школы, они, конечно, участвуют в клубах «Золотой шайбы». Во многих районах очень приличные клубы. Даже есть два района, три района с искусственным льдом, где дети по пять раз в неделю тренируются. Дети, которые имеют возможность продолжить заниматься спортом, возможность попадания в дальше спортивные школы, где они себя поддерживают, набираются опыта и лучше попадают в спортивные школы. В турнире приняло участие 293 команды, в составе которых выступили не только мальчишки, но и девчонки. Соревноваться было непросто. За плечами у финалистов множество игр. Было сложно играть с планетой, потому что там были сильные ребята, и физически они представляли больше нас. Тем не менее вы победили. Что вам помогло победить? Мы каждый день практически перед игрой настраиваемся, всей командой сидим, настраиваемся перед игрой. И это нам как-никак помогает. Была трудная игра, там была сильная команда. Мы очень старались и выиграли. А завтра страшно выступать? Будет страшно, но я переборю дух и буду стараться не волноваться. Золотая шайба имеет долгую, интересную историю и берет свое начало в далеком 1964 году. И с каждым разом число приверженцев данного турнира растет.